Трагедия едва не закончилась нападение собаки на женщину с двумя маленькими детьми. В верхней пышме в приступе злой Алабай изрядно потрепал коляску с 9-месячным младенцем и чуть насмерть не загрыз пса пострадавших. Инцидент произошел возле магазина, где Алабай обитает которые сутки. Игорь Бонгин попытался найти хозяина агрессивного пса. Он бежал на нас, я даже не поняла откуда он вообще выскочил. Обычный поход в магазин едва не довел Елену и ее детей до трагедии. Средь бела дня на их оскалился Алабай. Собака накинулась на коляску, в которой лежал младенец и начала рвать пакеты с покупками. Семь человек, там около семи человек, просто они все начали откидывать этого пса. Он никак, просто он схватил и не отпускал. То есть ребенок кричал уже о помощи. Первым на этот крик прибежал маленький Тоша. Теперь он их герой, говорят пострадавшие. Как моська на слона, он отважно бросился на бойцовского пса, не щадя живота своего. Постепенное лечение, конечно, думаю, что наладится. И травмы с кишечником, то есть он прокусил его полностью. И нужна операция. Жалобы на злую собаку, которая разгуливала по улицам без намордника, в полиции и администрации не услышали. Там заявили, что зверь не представляет угрозы для людей. Сегодня он действительно словно ручной. На прохожих ноль внимания. Хотя его окружили зоозащитники и некий мужчина, утверждающий, что это его питомец. Если у вас есть документы, пожалуйста, номер, приимай и покажите на собаку. Да, номер, приимай, где приимут. На хозяина накинулась и Елена. Пострадавшая пытается выяснить, почему большая собака гуляла без присмотра. Узнав, что пес стал героем скандала, горожанин от него отрекся. То есть не ваша, да, собака? А? Не наша, вы же говорите. Собаку решают приютить волонтеры. Городские службы отлавливать ее не стали. Ведь, говорят в мэрии, напрямую от жителей они жалобы не принимают. Только от чиновников или компаний. И сейчас в Пышме ажиотаж. Запланировано в этом году примерно 370 безнадзорных собак. Запланировано. В том году было 311. В этом году было выловлено 83 безнадзорных собаки. А лобая тем временем забрали активисты. Если его хозяева в ближайшее время не объявятся, псу подыщут новое место жительства. Собака будет сейчас доставлена на передержку, откормлена. Если понадобится, то будет лечение проведено, будет пристраиваться. Владельцев пса не терпится найти Елене. Ведь собака потрепала не только пакеты, но и нервы малышам. Им сейчас нужна помощь психологов. Игорь Бонгин, Влад Клупаев. Главные новости Екатеринбурга.